Уважаемые студенты третьего и четвертого курса специальности История, мы с вами продолжаем изучение курса Академическое письмо. И сегодня наша очередная лекция, ее тема Библиографический поиск, оформление библиографии и ссылок. Цель данной лекции изучить особенности библиографического поиска научной и учебной литературы, структуры и принципы составления каталогов, а также подробно рассмотреть вопрос о правильном оформлении библиографии и ссылок. План нашей сегодняшней лекции состоит из двух вопросов. В первом вопросе мы рассмотрим особенности библиографического поиска в наше время. И во втором вопросе особенности оформления библиографии и ссылок. Итак, начинаем с библиографического поиска. Любой студент рано или поздно сталкивается с необходимостью работать в библиотеке. Но прежде чем отправляться в книжное хранилище, сначала необходимо оценить свою домашнюю библиотеческую библиотеку. Возможно в ней найдутся полезные для работы книги и статьи из журналов. Затем следует изучить фонды библиотеки университета, а после этого уже обращаться в публичные или научные библиотеки города, области, районы. Поиски необходимой литературы это очень продолжительный тяжелый труд. Значение его огромное, ибо полноты изучения опубликованного материала будет зависеть качество учебно-исследовательской работы. Для работы в справочном и библиографическом отделе библиотеки необходимо спланировать свое время, выделить для этого определенные дни и часы. Начинать работу в библиотеке лучше всего с обращения к различного рода энциклопедиям и сборникам документов и материалов, хрестоматиям, статистическим исследованиям и тому подобное. То есть, начинать работу надо с источников, а потом уже от источников переходить к литературе. Чем источники отличаются от литературы, я думаю, вы понимаете, да? Источники объективны, это хрестоматия, документы, статистика и так далее. Литература всегда субъективна, да? Это учебники с каким-то авторским коллективом, с авторским мнением, это научные статьи и так далее. Поэтому начинаем с базы, с фундамента, с источников и продолжаем уже литературой, научной или учебной. Итак, получив общую информацию по теме исследования, можно уже направиться к каталогам. Что такое каталоги? Это существующие в виде брошюр, либо в виде карточек, списки книг, имеющихся в фонде и библиотеках. Существует четыре вида каталогов. Алфавитные, предметные, систематические и каталоги новых поступлений. Вот в таких вот ящиках, как правило, вот, допустим, тут может быть алфавитный каталог. Здесь на букву А, Б, В и так далее, да? Или систематический каталог, да? Вот здесь с такой-то, по такой-то буквы есть на примере. К алфавитному каталогу обращаются в том случае, если знают название необходимого источника и фамилию его автора. В предметном каталоге названия книг размещены не по алфавиту, а по рубрикам, каждая из которых посвящена какому-либо предмету или определенной теме. При этом сами рубрики следуют друг за другом в алфавитном порядке, как и названия книг внутри самих рубрик. То есть, история Азии, потом история Африки, потом, допустим, Европы и так далее, да? В систематическом каталоге названия книг сгруппированы по рубрикам и под рубрикам. Однако сами рубрики, в отличие от предметного каталога, расположены не по алфавиту, а по системе той или иной дисциплины. Каталог новых поступлений дает представление о поступивших изданиях книг за последние полгода или год. Более современный способ провести библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по проблеме, что сейчас возможно в каждой библиотеке. Вот у нас на официальном сайте нашего университета, Арсук и Зет, можно найти раздел «Маучная библиотека». Внутри него есть два раздела – это электронная библиотека «Ирбис» и есть еще также электронная библиотека. То есть в двух этих соответственных каталогах можно поискать ту или иную необходимую вам литературу по тому или иному предмету. Рекомендуем вам выбор необходимой литературы и периодики осуществляйте самостоятельно, так как даже опытный библиограф не в состоянии учесть все направления оттенки ваших индивидуальных профессиональных читательских интересов. Такой подход позволяет открыть новые аспекты той или иной проблемы. В библиотеке внимательно изучите каталоги и картотеки. Лаконичные каталогные карточки несут богатую информацию. Фамилия автора, название книги, его подзаголовок, научные учреждения, подготовившие издания, название издательства, очень важен год выхода книги, количество страниц, поскольку одно и то же издание может несколько раз переиздаваться, и в данном случае вам, допустим, желательно найти, наверное, более новое, более современное, дополненное, доработанное издание. Справочный материал поможет в подборе необходимой литературы. Перепишите с карточки каталога точную и полную библиографическую информацию о книге или статье. Свои записи лучше делать на отдельных карточках. Фамилия и инициалы автора, заглавие работы, место и год издания, если это статья из сборника. А вот если это статья из сборника, обязательно выпишите название сборника или книги. Если это журнальная статья, то название журнала, год и номер его выхода. На основе карточек, полученных в ходе библиографического чтения, составляется список литературы. То есть у вас должен быть свой личный мини-каталог, карточки по тому или иному предмету или по тому или иному виду вашей деятельности. Допустим, реферат, курсовая работа, дипломные проекты и так далее. Теперь поговорим поподробнее об особенностях оформления библиографии и ссылок. Итак, как автор исследования работает с чужим текстом. Во-первых, цитирует, то есть приводит слова другого человека, другого специалиста, исследователя. Во-вторых, перефразирует или пересказывает. И в-третьих, упоминает. То есть в том или ином виде высказывает какую-то чухую идею. В каждом из приведенных случаев необходимо ссылаться на чужой текст или источник. Поскольку, во-первых, таким образом соблюдаются авторские права. И во-вторых, так принято в академическом сообществе. Мы очень подробно об этом говорили в одной из предыдущих лекций, когда мы обсуждали тему, связанную с плагиатом, о принципах, принятых в академическом сообществе. Безусловно, нужно соблюдать авторские права. Только так мы можем показать, где чужое мнение, а где наше. Только в этом случае мы соблюдаем авторские права других исследователей и придерживаемся принятой в научном сообществе этики научного исследования. Очень важно при этом понимать, что все электронные источники, все тексты в интернете, это чужие тексты. Поэтому обязательно нужно давать ссылку, то есть краткое упоминание о чужой работе и ее автора на фрагмент того или иного электронного текста. Не ориентируйтесь на какие-нибудь, допустим, современные газеты, где целую полосу может занять информация, взятая из разных источников, а внизу просто делается такая общая отсылка, что-то вроде по материалам интернета. То есть это совершенно неправильно. Может быть это где-то и допустимо в какой-то редакторской, издательской деятельности, но не в научном сообществе и не при написании научных работ. То есть безусловно нужна конкретная ссылка на конкретный частный какой-то источник. Не важно бумажный он, электронный или нет. Важно, что это не ваша информация, не ваш текст. Раз он не ваш, нужно обязательно на него сделать ссылку, в каком виде он не был, в электронном или бумажном. Наконец, в научных и квалификационных работах обширная библиография и активное грамотное цитирование – это всегда плюс, поскольку именно по библиографии и культуре цитирования судят о нашей компетентности, об уровне нашей научной подготовки. Кстати, действительно так. Вот те же научные работы, наподобие дипломных работ, дипломных проектов, они зачастую оцениваются действительно по каким-то внешним признакам. Не всегда есть время у членов квалификационной комиссии прочитать всю работу, но вот посмотреть, сколько использовано источников, каков уровень этих источников, монографии или это серьезные, это работа, или это научно-популярная литература. Это всегда можно легко сделать, и существуют определенные лимиты, определенные минимумы. То есть для, допустим, дипломной работы нужно было, чтобы было не меньше 30 источников. Для гуманитарных работ обычно количество больше, для технических – меньше. Но тем не менее, есть определенные всегда минимумы. То есть 30, 40, 50 исследований. То есть есть ограничения как по объему минимальные, есть и минимальные ограничения по количеству используемой литературы и источников. Так, теперь напоминаю вам, чего нельзя делать с чевым текстом. Во-первых, заимствовать куски текста без ссылки на источник. Во-вторых, перефразировать текст без ссылки на источник. Высказывать чевые идеи без ссылки на источник. Это делать категорически нельзя по нормам академического этикета, поскольку все это, как мы уже знаем, называется словом «плагиат». И опять же мы уже об этом говорили в следующих лекциях, но чужого текста можно иметь в работе только определенные проценты. То есть не больше 20-30% от объема текста, причем только в виде цитат, перефраз, пересказов, выражения чужой мысли с полными и корректными ссылками источников. Таким образом, в любой работе не меньше 70-80% должен быть наш собственный текст. То есть наши собственные мысли, изложенные нашими собственными словами. Далее мы поговорим о том, что такое правильное цитирование, перефразирование и упоминание. Итак, правильно цитируем. Прежде всего, недопустимо искажать текст оригинала. То есть источники, которые мы упоминаем в своем тексте, недопустимо искажение точки зрения автора, в работе которого мы упоминаем. С одной стороны, мы вольны отбирать те факты, данные, мнения и те интерпретации, которые мы считаем необходимыми для своей работы. Мы вольны ссылаться на тот источник, который считаем необходимым. С другой стороны, мы как автор несем ответственность за каждое слово в своей работе. И любое некорректное использование чужого текста не признается или даже карается с помощью определенных санкций академическим сообществом. Как правильно оформить цитату? Цитата помещается в кавычки, как для русскоязычных, так и для английских текстов. И после нее указывается ссылка на источник. Нередко в изданиях принято цитату, а особенно пример высказывания, выделяясь по руссилам, в таком случае кавычки не используют. Правильно перефразируем. Иногда нам приходится не только цитировать, но и перефразировать или пересказывать чужую мысль своими словами. При этом мы можем использовать одну из следующих вводных конструкций. Как пишет автор, по мнению автора, согласно точек зрения автора или просто по автору, такому-то, да? После парафразов приводим ссылку на перефразированный источник. Библиография, то есть литература, список литературы. Это список всех процитированных, упомянутых или перефразированных работ, которые оформляются как специальный раздел в конце текста. Настоятельно не рекомендуется писать использованную литературу или список использованной литературы. Подчеркиваем, что мы включаем в библиографию только те работы, которые упоминаются в нашем тексте. Если мы не упоминаем работу, то не должны ее включать в библиографию. И наоборот, все статьи, книги, тексты из сайтов, рукописные материалы, которые упоминаются в работе, обязательно нужно указывать в ссылках и в библиографии. Оформление коротких ссылок не зависит от жанра текста. Ссылки на монографию, статью в журнале, статью в сборнике статей, электронный ресурс оформляются одинаково. И наоборот, оформление выходных данных в списке литературы различно для текстов различных жанров. Статья в журнале, электронная публикация, печатная книга или монография оформляются по-разному. Вот эту разницу мы, наверное, должны отработать с вами в ходе семинарского занятия, практического занятия по этой теме. И кроме того, обычно правила, принципы ссылок, выходных данных, библиографических данных, приводятся в журналах научных или в сборниках материалов, которые предстоит издать. То есть каждый автор получает, так сказать, перечень указаний, как должен быть правильно оформлен тот или иной раздел, статья и так далее. То есть сейчас это становится обязательным. Теперь вопросы для закрепления. Первый. Каковы основные особенности библиографического поиска? Второй вопрос. С какой целью обычно производится библиографический поиск? Третий. Каковы основные принципы библиографического описания? Четвертый вопрос. В чем заключаются основные особенности оформления библиографии в научной работе? И последний, пятый. Что вы знаете об особенностях оформления ссылок в научных исследованиях? И напоследок список литературы по данной теме. Это учебное пособие для узлов Короткина, академическое письмо, процесс, продукты, практика, основа научных исследований электронный учебник, основа научных исследований курс лекции Мунваевой, академическое письмо для историков БУД, и методика работы с историческими источниками Голикова, учебное пособие. Благодарю за внимание. Продолжение следует...